Две недели назад в эфире нашего телеканала мы рассказывали о труженице тыла, которая оказалась жертвой домашнего насилия. Бабушку избил родной внук. После выхода репортажа в выпуске новостей о этой шокирующей истории заинтересовались в окружной прокуратуре. Начались проверки, а накануне мужчина, избивший пенсионерку, был задержан. Возбуждено еще два уголовных дела. Прямо сейчас все подробности. Меня это само вот так вот затрясло. Я стала кричать. Это кадры из репортажа, вышедшего в эфир 27 ноября. 89-летняя труженица тыла Маргарита Концевая рассказывает о страшных событиях. В тот вечер пенсионерку избил родной внук, причем в ее же квартире. Бедная бабушка так и не поняла, чем провинилась перед дебоширом. Избил меня, избил. Чуть не убил меня тут. Пришел как-то вечером уже после ужина. Пришел, выпившим. И ни с того, ни с чего, ни слова не говоря. Ни я ничего не говорила, ни он ничего. Вдруг начал швырять стулья и бить меня. Поударил по голове, хмотал на меня. Крики пенсионерки услышали соседи. Внук, заперся в квартире, и не открывал дверь. Поэтому пришлось привлекать спасателей. Когда дебошир успокоился, с него лишь взяли объяснение. Задерживать тирана не стали. Тогда родственники Маргариты Концевой обратились в редакцию телеканала «Север». После выхода в эфир репортажа этой истории заинтересовались в окружной прокуратуре. Начались проверки. Дело в том, что после того, как внук сбил потерпевшую, это филифицируется по статье 116.1 Уголовного кодекса. Это дело частного обвинения. Однако есть исключения. Дело возбуждается в согласии прокурора. В случае, если лицо не может самостоятельно защищать свои права. В данном случае у нас как раз-таки в силу пожилого возраста налицо этот факт. Однако органы полиции пренебрегли этим, направили дело напрямую в суд для рассмотрения. И суд, усмотрев нарушение, в том числе в связи с неправильным составлением документов, вернул данные материала в полицию. На Ринмарске, межрайвным следственным отделом, следственного комитета также проводится проверка по факту возможного наличия предыдущего состава преступления, по факту смерти матери нашего подозреваемого. Поскольку там, по заявлениям самой потерпевшей, имелись факты также применения в отношении ее насилия. Но здесь уже будет принято процессальное решение по факту приведенной проверки. Во время следственных действий 89-летняя бабушка боялась возвращаться домой и была вынуждена жить у своей племянницы. Родственники пытались самостоятельно решить проблему с отсутствием временного жилья и обратились в социальные службы. Там предложили лишь дом престарелых или кризисный центр при комплексном центре социального обслуживания населения. Поэтому прокуратурой Ненецкого округа была также проведена проверка в отношении социальных служб. Проверка установлена, что концевая Маргарита Ивановна является получателем всех социальных выплат. Вместе с тем было установлено, что по одной из выплат заявление от нее в органы социальной защиты не поступало. Это выплата компенсации 50% стоимости по оплате жилищно-коммунальных услуг. В настоящее время органами социальной защиты населения организована работа по сбору необходимых документов для назначения данной выплаты. А что же внук? По требованию прокуратуры Управлением Министерства внутренних дел возбуждено два уголовных дела по 119 и 126 статьям. Это угроза убийством и незаконное лишение свободы. Подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Он не отрицает, что нанес побои бабушке. Правда, от интервью мужчина отказался. В ходе беседы с прокурором он поясняет свои действия, не отрицает факт причинения бабушке телесных повреждений, но вместе с тем отрицает какие-либо угрозы, ограничения и связывает этот конфликт с действиями родственников. Мы полагаем, что это предмет доказания в ходе дознания. Мы обратим внимание органов ОМВД на несвоевременное проведение первоначальных следственных действий, так как из материалов следовало, что бабушка просила о помощи, стучалась, и только при помощи соседей и приглашенных работников МЧС была вскрыта ее дверь, оказана помощь. В ходе прокурорской проверки было осмотрено место происшествия. И теперь 89-летняя Маргарита Концевая, которая стала жертвой домашнего насилия, может вернуться в свою квартиру, ведь больше трюженицы тыла ничего не угрожает. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Любовь, наверное, здесь. Любовь, наверное, здесь. Любовь, наверное, здесь.